Можно? Хорошо. Уважаемые коллеги, наш год подходит к концу, это, можно сказать, завершающая встреча наша, с чем вас и поздравляю. Мы начинаем заседание диссертационного совета Д-212-203-28, протокол номер 14, утвержденный состав совета Д-21 человек, присутствует 14, в том числе 7 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Таким образом, ворум есть. Разрешите открыть заседание? Спасибо. На повестке дня защита диссертации Гусева Александра Александровича на тему «Метод конечных элементов для исследования квантовых систем нескольких частиц». Диссертация представлена на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программы». Научный консультант. Доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований и профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности факультета физмат-наук Российского университета дружбы народов Веницкий Сергей Ильич. Нет ли возражений по повестке дня? Если нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладная информатика и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты доктор физико-математических наук Абрамов Сергей Александрович, доктор физико-математических наук Крянев Александр Витальевич и доктор физико-математических наук Еревский Евгений Александрович. Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тверской государственный университет. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Василию Сергею Анатольевичу. Если можно, я сейчас два слова скажу, не по повестке дня, а дополнительно. У нас две тяжелые защиты сегодня. Если можно, коротко говорить и выступающим, и оппонентам, и в премиях. Хорошо? Спасибо. Я, как зампредседателя совета, обещаю помогать председателю, соблюдать регламенту. Слово предоставляется Василию Сергею Анатольевичу. Соискатель Кусев Александр Александрович родился в 1977 году и, с отличием, окончил Белгородский государственный университет с присуждением к квадрификации учитель физики и математики в специальности физика. В 2004 году там же закончил, защитил диссертацию на ССК неученой степени кандидата физико-математических наук на тему комплексной алгоритмы анализа в адрес системах внешних полях по специальности 5, 13, 17, на нематическом моделировании численные методы и комплексных программ. В настоящее время работает докторантом на кафедре предказанной информатики и теории вероятности факультета физико-математического и естественного наук УДН, а также старшим научным сотрудником лаборатории информационной технологии Ленинного института ядерных исследований. Диссертации выполнены на кафедре предказанной информатики и теории вероятности УДН. Научный консультант Гвеницкий Сергей Ильич, доктор физико-математических наук по специальности 0,1-0,4-0,2, теоретическая физика. Все документы, представленные в Совет, соответствуют положению ваку о присуждении докторских степеней. У меня с документом замечание нет. Спасибо. Имеются ли вопросы в связи с оглашением документов? Вопросов нет. Итак, слово предоставляется соискателю для доклада 35-40 минут. Уважаемые члены диссертационного совета. Представляю докладные материалы в диссертации мест конечных элементов для исследования классовых систем нескольких частиц. Компьютерный моделированный достоверный численный анализ широкого класса лимптических задач обеспечивает базу данных ядерно-атомной молекулярной физики и физики полупроводников. Этому классу принадлежат эллиптические задачи, моделирующие физические конфигурации возможности квантовых систем нескольких частиц, связанные, метастабильные состояния рассеяния, фотофорты и других процессов. Актуальная задача – это создание инверсального и экономичного алгоритмического подхода в доступной программной реализации, позволяющей с высокой точностью выполнять компьютерно-алгебраический и численный анализ всех вышеперечисленных состояний процессов и моделей. В доступном платном обеспечении неохвачено решение эллиптических задач для уравнения частных производных пространств и размерностей больше трех, а также задача рассеяния и на метастабильные состояния для систем обоснованности и конноциального уравнения второго порядка. Обычно используются кусочнополинальные базисные функции и составленные из интерполяционных полиномок на оранжи, которые не имеют бутербродных производных на границах и конечных элементов. Но во многих задачах градиент должен быть определен с повышенной точностью. для этого кусочнополинальные базисные функции строятся с шифкой интерполяционных полиномов вермита. Также неохвачен доступным алгоритмическим программам обеспечить проблему построения асимпатических решений необходимо для редукции исходной задачи. Решение этой проблемы возможно в помощи асимптотических метров и компьютерно-алгебрических метров и алгоритмов, которые необходимы для формулировки краевых условий на границе конечной области. Для решения этих задач применяются новые числительные схемы, разработанные диссертанты. основы подхода это расширение метоконечных элементов, то есть применение новых схем высокого порядка прочности построенных на синтезах с метровым и высочно-алиминальных базисных функций. Оптимизация включает построение и применение многих многомерных квадратурных форм высокого порядка и объединение метоконечных элементов с методами антаровой лечения, которые имеют различные названия, как показано в диссертации, расширение, оптимизация и объединение метоконечных элементов с методом Контаровича позволяет повысить точность учислительных схем и преодолеть многие проблемы известных метков решения многомерных задач. Цель работы это разработка эффективных численных и компьютерных гибраических методов, построение экономичных вычислительных систем алгоритм и создание проблемно-ориентированных комплексов программ для решения эллиптических краевых задач. Задачи это первое разработка эффективных численных и компьютерных алгебраических методов, схемы и алгоритмов, построение решений в асинтатической области необходимы для редукции эллиптических краевых задач безконечной области изменения независимой перемены, в ограниченной области пространства. Построение алгоритмов дискортизации краевых задач в конечной области многомерных квадратурных формы создание проблемно-ориентированных комплексов программ для численного решения заданной точности эллиптических краевых задач для математических моделей систем нескольких частей. Третья задача это численный анализ скорости исходимости разложения решений по числу базистых функций метрикоречных элементов и порядка точности приближённых решений с помощью разработанных алгоритмов и комплексов программ на эталонных моделях и численных экспериментов на сгущающих сессиях. А также применение разработанных комплексов программ для анализа динамических систем характеристик математических моделей квантовых систем нескольких частиц это квантовые точки кулоновской рассеянии фатенизации рассеяния двуатомной молекулы на потенциальной барьере на атоме и эмилированные кластеры нескольких тождественных квантовых частиц через барьеры Ильяна. Основное содержание диссертации представлено на этом слайде причем первые две главы посвящены разработке методов решений и алгоритмов диссертационной работы а третья и четвертая это для применения анализа динамических характеристик квантовых систем нескольких частиц. формулировка задачи следующая имеется краевая задача диалептического дифференциального уравнения демер демерной области где в наших задачах до 6 и с краевыми условиями по формуле 2 также для задач дискретного спектра еще ставится условия аналировки сам метод Контаровича это есть разложение искомого решения по по базисным функциям фи которое является решением краевой задачи на собственные значения только вещественно дискретного аспекта это формула 4 усреднение по базисным функциям приводит краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с непрерывными или кусочно непрерывными коэффициентами коэффициенты этой системы есть матрицы эффективных потенциалов которые представляют собой интегралы от произведения функций и их производных по параметрам для решения задач разработаны новые вычислительные схемы и алгоритмы метода конечных элементов которые решают параметрические двумерные краевые задачи и вычисляют производные по параметрам от собственных значений и соответствующие интегралы для системы обыкновенных дифференциальных уравнений разработаны программы КАНПП которые решают три задачи это многоканальные задачи рассеяния с асимптотиком в виде падающей волны и уходящей волны где R и T это матрица амплитуд прохождения причем и отражение причем матрица амплитуд прохождения в общем случае прямоугольной с их помощью составляется S-матрица которая для вещественных потенциалов является симметричной а для комплексных потенциалов является симметричной вторая задача это задача на связанные состояния и третья это задача для вычисления метастабильных состояний для этих двух задач расчет комплексом собственных значений и собственных функций выполняется итерационным методом ньютоновского типа для редукции краевой задачи на конечный интервал разработаны алгоритмы построения асимтотик решения это базисных функций и матричных элементов и асимтотических их положений в обыкновенного дифференциального уравнения которые строятся для граничных условий эти задачи решаются с помощью метода конечных элементов для реализации которых решаются следующие подзадачи а в диссертационной работе мы решали подзадачи построение базисных функций на конечных элементов а точнее интерполяционные полиномы Эрмита и построение полностью симметричных гауссов квадратур для вычисления интегралов остальные задачи решаются стандартно при построении интерполяционных полиномов Эрмита применяется следующая экономичная реализация расчеты проводятся в локальных координатах и интерполяционные полиномы в исходных координатах решатся в виде линейных комбинаций локальных координатах здесь пример как условие для построения интерполяционных полиномов Эрмита если одна равносторонном треугольнике где производная по параметру где вычисляется производная по направлению перпендикулярно стороне треугольника а в локальных координатах эта производная уже будет не перпендикулярно что видно на рисунке сами построение интерполяционных полиномов Эрмита основано на идее на старой идее построения интерполяционных полиномов лагранжа которая равна единице в одной точке а нулю в остальных в общем случае определяется по форме где множитель подпроизведения представляет собой уравнение уравнение вот этих прямых а в общем случае гипертолоскостей для вспомогательных полиномов Эрмита ну необходимо также кроме самих значений нужно учитывать и их производных до некоторого порядка как у нас минус 1 эти полиномы вычисляются в явном виде по вот этой формуле но в одномерном случае этого достаточно требуется еще помогать еще помогательные полиномы первое которое мы называем необходимы для вычисления непрерывности производных высочно-полиномальных функций и ВП3 необходимы для однозначного определения базиса они в общем виде даются выражением 13 где коэффициент В вычисляется решение системы линейных уравнений и мы должны переопределить вспомогательные полиномы первые по формуле 15 и затем нужно также перейти в исходные координаты в случае два характеристики интерполяционных полиномов Эрмита представлены в следующей таблице где вторая цифра это кратность узлов третья цифра это порядок производных который необходим который мы можем сделать непрерывно степень соответствующих представленных вот второй стратег пример базисных функций построенных из интерполяционных полиномов Лагранжа это слева и из интерполяционных полиномов Пармита на рисунке видно что производные для интерполяционных полиномов Лагранжа имеют разрывы в окрестности конечных элементов с следующий алгоритм это алгоритм построения полностью симметричных гауссовых квадратов наше требование чтобы все узлы находились внутри конечного элемента и все веса были положительны задача состоит в построении квадратов формулы 17 где внутреннее суммирование это суммирование по всем перестановкам барицентрических координат дальше применяя теорему Виета получаем систему линейных не линейных алгебраических уравнений 18 где неизвестны это веса и значение симметрических координат комбинации барицентрических координат которые являются на самом деле эта система уравнений достаточно сложная и мы решали ее численном виде с помощью стандартных программ сначала методом Гютноновского типа затем ее уточняли с помощью алгоритма линейных метров кванта первый алгоритм это фартраги второй в системе в данной таблице представлено количество узлов для квадратурных форм формулы до порядка p до порядка p равном 8 размерности от 3 до 6 новые квадратурные формулы отмечены синим цветом также воспользованы известные квадратурные формулы сам алгоритм вычисления производных параметров его идеи следующий имеется обобщенная алгоритмическая задача на собственном значении дальше мы дифференцируем ее по параметру z получаем систему линейных уравнений выставлены на внизу слайда и который где матрица проявляется выраженной но для того чтобы не нарушить структуру матрицы мы используем следующий алгоритм начисления решение решения этой системы алгебраических уравнений которые представлены здесь соответственно матричные элементы это h и q вычисляются по верхним формулам и для их сходимости представлена теорема то что производные вычисляются с точностью b плюс 1 от собственных функций от собственных значений порядок точностью 2b такие же как и для самих собственных функций и собственных значений на самом деле формулы поврежденности сложные и для проверки скорости исходимости вычислялись значения коэффициентов рунги по абсолютным поврежденностям представленным на формуле 22 дальше перейдем к тестовым примерам это первая задача Гейнгольца на равновескоронном треугольнике со стороной 4p на 3 со словами именно для этой задачи вырожденный спектр состоит из натуральных чисел сходимость погреб собственных значений представлена на рисунке справа где сплошные линии это для скен с интерполяционными полиномами Лагранжа а пунктирные и с интерполяционными полиномами Эрмитом отсюда видим что для решения задач с интерполяционными полиномами Эрмитом матрица размерности будет меньше по сравнению с интерполяционным полином Милагранжа для задачи рассеяния для системы дифференциальных уравнений здесь одно уравнение представлено на этом слайде где на верхнем рисунке это система двух потенциалов скарфа на нижнем это система прямоугольных потенциальных барьеров эти задачи можно решить методом шивки фундаментальных решений и зависимость коэффициентов прохождения отражения в случае вещественных потенциалов представлены на средних рисунках и когда имеется комплексная часть представленная пунктиром на левом рисунке то есть еще коэффициент прохождения который представлен синей линии на правом тексу дальше тестовые примеры для решения задачи для куба и гиперкуба решались до размерности d равна 6 пример разбиения куба на цитрайдере представлен на левом рисунке аналогично разбиваются на симплексе и гиперкуб и зависимость погрешности к собственному значению для схемы с полилонами шестового порядка для когда куб разбит на 6 48 и 384 симплекс в зависимости от самого значения представлен на правом рисунке дальше рассматривались и такие модели как расчет основного состояния атома гелия решалась в гипер сфероидальных координатах и представленной формой 23 и в новых переменах 26 пример собственной функции ее производные представлены на на этом слайде этим собственные функции и соответствующие предметрические собственные значения с точностью 10 минус 12 в минус двенадцатей степени на сетках элементами решались с помощью программы под I I I I I I здесь сравнение решили уже когда были базис полученные базисные функции матричные элементы свели задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений и в результате решили с помощью программы КНБП задачу для атомокерия сходимость собственных значений для основного и первого возбужденного состояния представлены в таблице также рассматривалась модель аксиально-симметричных полупроводниковых квантовых точек эта задача решалась различными методами включая построение на мест регулированные сетки зависит и метод Конторовича и также методом конечных элементов с вероидальной координацией отсюда видно из таблицы видно что где-то совпадали пять цифр для этой задачи на данном слайде на данном поставлен коэффициент поглощения для модели арсенида гварь калия с вероидальной квантовых точек с распределением левшихся слёдово а когда ансамбль плюснутых квантовых точек и для ансамбля вытянутых а здесь мы видим различия поведение коэффициентов фотоаксорбции и что позволяет рефиксировать модели разработанная техника примерялась для вычисления вибрационного спектра коллективной модели ядра здесь представлено грубое проближение для формы ядра гадарения так также задача дискретного спектра решалась различными методами здесь совпадали до девяти значащих цифр также решались задачи университетного спектра это задача рассеяния двухатомной молекулы на атоме или потенциальном барьере соответствующих двумерных задач для примера это представлено на левом рисунке для задачи рассеяния на барьере на правом пример собственных функций соответствующих резонансовому отражению представлен на рисунке а и b а соответствующие метастабильные состояния соответствующим тежбоком резонансам представлено на рисунке здесь представлена зависимость коэффициента прохождения для атома бериллия через потенциальный барьер видно сложную резонанс структуру на самом деле она для высоких барьеров будет типичная точками это представлены соответствующие вещественные части метастабильных состояний здесь видим совпадение положений максимумов резонансного прохождения и вещественных частей метастабильных состояний другая задача это туннелирование пластера нескольких тождественных частиц одномерных состалиаторным парным взаимодействием через потенциальные барьеры или яма демельтониан представлен по формуле 26 но чтобы получить базисные функции симметричные относительно телескановок тождественных частиц алгоритм с известными координатами якобы он достаточно сложный для этого были введены новые симметриационные координаты представленные на слайде прохождение прохождения при туннелирование туннелирование кластера 2 и 5 тождественных частиц через потенциальный барьер а также 2 и 4 тождественных частиц через потенциальную с ям также видна резонанс зависимость прохождения здесь представлена функция резонансного прохождения для двух частиц в случае подбарьерного прохождения это у нас резонанс формы также для надбарьерного отражения и отражения от ямы в этом случае видны феркуховские резонансы за счетом выносится следующий результат алгоритмический подход реализованный в виде комплексов программ построенный схем элемент высокого порядка точности с интерполяционными полиномами локации эрмита нескольких переменных на симплексе включая алгоритм вычисления в аналитическом виде интерполяционных полиномов эрмита двух переменных на треугольных конечных элементах и численный компьютерно-гибраический алгоритм для построения полностью симметричных гауссов квадратов на форму с положительными весами и узлами внутри синтеза алгоритмы методы конечных элементов высокого порядка точности для режима однопараметрических методов 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 контролюча алгоритм вычисления синтетик однопараметрических базисных функций матриц коэффициентов и фундаментальных решений системы адаптированных дифференциальных уравнений второго порядка применяемых для формирования кроничных условий третьего рода метода в методе контролюча редукции многомерной краевой задачи в конечную область также проблемно-ориентированные комплексы алгоритмов программ для анализа математических моделей банковых систем нескольких частиц это программа для решения однопараметрических краевых задач на собственные значения для системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка и двумерных электрических уравнений в конечной области и вычисления первых производных по параметрам от собственных значений и собственных функций программа МВП версии 2.0.3.0. решение краевых задач для системы обновенных дифференциальных уравнений второго порядка в сравнении слоями смешанных цветов оценки порядка точности разработанных вычислительных схем полученных при решении эталонных задач ими подтверждено соответствие зависимости повреждений собственных значений и функций конечные элементы сетки и их теоретическими оценками расчеты динамических характеристик квантовых систем и резонансных эффектов переходов геометрических параметрах вокзально-симметричных квантовых квантовых зависимость сечения резонансной плотеренизации отома водорода от магнитного квантового числа и напряженности однородно-магнитного пола резонансной зависимости коэффициентов прохождения отражения тоннелирования стабильного состояния с тоннелированием стабильного состояния с тоннелированием кластива нескольких тождественных квантовых часиц челюсть потенциальной барьеры основные результаты докладывались на ряде международных конференций на научных семинарах информационных технологий в афетрах водной информатики и теории вероятности также на семинаре компьютерной алгебрена фор Левенганго основное содержание публикации 36 публикаций здесь представлены статьи предвестных российского университета Дружный народ а само распределение статьи по журналам да это называется спасибо большое спасибо Александру Александрович какие вопросы имеются соискательным и по докладу и возможно по презентации по третерах и по тексту третерах прошу вас сейчас я прошу Юрий Николаевич спасибо у меня есть несколько вопросов о скорее наверное методике вычислений применительно квантовым задачам насколько я понимаю вы метод конечных элементов применяете для вычисления спектра то есть это как бы не уравнение шридингера собственно мы изучаем спектр некоторого линейного оператора всех или ных пространствах по поскольку спектр вычисляется численно то если мы такую задачу решаем для уравнения типов проводности то это проблема небольшая а если для шридингера то там может возникнуть всякие быстро осценирующие интегралы неточность спектра влияет как она влияет на дальнейшее поведение волновых функций если вы применяете это далее были ли оценки сравнивались ли приближенные методы вычисления спектра квантовой задачи поскольку скажем так если спектр получен неточно то неточность является возмущением квантового дня и тогда вообще говоря требуется решить вот допустим первое передвижение теории возмущения и от неточности вычислительного метода нет у нас быстро асценирующих функций нет но есть же е в степени ht если мы начнем решать мы можем определить или у вас не было шриддингера уравнение шриддингера стационарное вот например если взять аппроксимировать каким-нибудь кусочным постоянным потенциалом то будут видны асцеляции их период мы можем знать примерно такой же период осцеляции будет и в самом уже не понял тогда второй вопрос связанный в части с вашим ответом значит численные методы которые применяются для нахождения спектра они же предполагают потом нахождение в общем матрицы плотности если мы будем равновесное состояние то есть акционарное вот я хочу равновесную матрицу плотности тогда возникают следующие моменты у меня может быть оператор для которого вы ищите собственное значение ограниченной сосходящейся статсунной неограниченной сосходящейся статсунной неограниченной с расходящей примеры значит финитный оператор типа 1 на r плюс конечная конечная скорость но это расходящаяся статсунной то есть спектр атома водорода статсунной а сам оператор хороший гармонический осциллятор оператор неограниченной но статсунной хорошо андгармонический оператор третьего порядка и оператор неограниченной и статсунной расходятся как численные методы отражают эти аспекты предлагаемые вами метод конечных элементов для операторов черного порядка метод через вариационные функционалы там не отрисовали класс операторов которым вы будете применять так мне показалось ваш метр не акцентировал да скажем я могу сравнить результаты вот здесь положительно потенциал ограниченности снизу а то есть вот 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 хорошо спасибо а третий вопрос относительно технического исполнения некоторого момента вот вы значит на защиту выносите в качестве одного из результатов разбиения демерного куба на синкексы каков порядок вашей программы в принципе произвольные в принципе произвольные до шести произвольные до шести но если как бы поскольку программа вроде бы работает на кубах любого измерения то с этим вопрос вы его разбиваете на синкексы на синкексах задаются гранусловия в соответствии с балицентрическими координатами на них введенными для МК уже МК там отлично демерный куб со стороной ну допустим один при стремящемся бесконечности имеет объем один а каждый симпатик имеет объем на который вы его разбили потому как там насколько значит метод чувствителен к тому что вы начнете строить аппроксимации на объектах грубо говоря меры нул в вашем пространстве делали вы оценки на ограничение размерности домерного куба для того чтобы не получалось что вы начнете вычислять опцию в густом множестве так сказать мы не решаем до конечной мерной задачи ну просто они могут технически возникнуть уже там на д равно 100 метод а это как бы уже нормальный стереотронный атом там уже другие методы это 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 слишком долго это понятно ладно а ну и последний вопрос такого наверное исторического плана почему вы не публиковали свои результаты в классических таких журналах как ЖВМ и МРФ то есть есть НКУДМ хороший конечно журнал но это НКУДМ тоже не плохой вот у вас же десертация по 05-13-18 численные методы которые продвигают решение достаточно сложных задач там в общем принимают на ураль вы как-то туда не двигались я так понимаю с чем это связано я думаю что я думаю что я думаю что другой фактор сыграл они действительно предпочитают зарубежные это дубнинская школа ну скажем то есть там есть журнал CPC он перекрывает во много раз где они многожды публиковали это действительно хай-класс 6 с чем-то это плохо что они такие иностранцы надо бы и просто их журнал публиковать надо устанавливать горизонтальные спасибо большое то есть есть ли еще вопросы соискателю Михаил Дмитриевич прошу вас пожалуйста Михаил Дмитриевич Рудеренко у меня такой вопрос вот насколько я понял когда вы вводили коэффициентную эракурную форму у вас вводила система нелинейных а вы ее решали численно понимали ли вы можете решить ее адритически при помощи построения уравнений это задача сложная решалась у вас до шестого порядка там уже на скидку порядка пятнадцать уравнений а если если пятнадцать уравнений шестой степени то до шестой а там пятнадцать а уже когда идем дальше там а симметрии уравнений уравнений вот тоже проблем как сами это уравнения симметричные но как но как их использовать да был такой такой что проволи симметричные опять теорему теоремы типа но тогда получали аж нелинейные 150 какого-то порядка это брос понятно спасибо спасибо еще вопросы если можно я вопрос задам какое место в работе над диссертацией занимали символьные вычисления какой сегмент объем достаточно асимптотики симполь сами построение уравнений симполь построение полинома символь остальное что уже решение то уже у вас написано среда мейкл-фортрак это вами созданная среда или она стандартная здесь имеется ввиду что часть делали на мейке часть а интерфейс какой мы просто программ который есть переулки конверта точнее да спасибо да у меня такой рутинный вопрос по поводу как раз регистрации консультальной собственности и через вот я смотрю у вас ссылки идут на компьютер физикс и его библиотеку программ ну тут я скажу что это библиотека очень высокая если больше вопросов нету простите Иван Иванович да конечно я нигде не нашел упоминаний о вычислительной сложности какой компьютерный ресурс используют ваши алгоритмы и программы все наши алгоритмы мы решали на персональных компьютерах за исключением решения есть уравней для построения квадратур квадратурной формулы это мы делаем у нас никаких специальных ресурсов сложности не было не было не было не было не было но с другой стороны я знаю что они параллельные алгоритмы на мэбли и параллельные алгоритмы если бд равнял это противоречит вопросу профессора это не противоречит подождите вы поняли что да не превосходит 6 это уже какая-то дискуссия прошу прощения вопросы пожалуйста если больше вопросов нету то на этом вопросы прекращаются соискатель может присесть дальше формально мы можем объявить технический перерыв на 4 минуты но если нет такой претензии никто не требует то мы пропустим его и перейдем к следующему пункту следующий пункт слово предоставляется научному консультанту соискателя Веницкому Сергею Евгеньевичу Сергей Ильич прекрасно знает что рассказывать можно только о соискателе но не о научных результатах да я так это сделаю я появился в 1909 году и написал диссертацию кандидатскую в 2004 году после этого он работает в секторе алгебраических и квантовых впечатлений в лаборатории информационных технологий ориен сектор алгебраических квантовых впечатлений ну в связи с профилем сектора его так сказать соответственно символенные алгоритмы применяются для формулировки как он говорит и для многих решений связанных с постановкой задач далее используются обычные так сказать в высоком уровне квалификации с настоятельности Гусева свидетельствует широко известной научной общественности многочисленного публикации больше ста свидетельства о регистрации программ которые у него были при написании кандидатской диссертации а так сказать при написании его данной диссертации он ограничился публикацией программ в юрнале компьютер-филл коммуникацион который так сказать имеет импакт фактор 3,9 в отличие от патентных вещей которые имеют импакт фактор 0 вот характеризую гусеву как научного работника отмечаю его эрудицию способность к творческому умению анализировать явление целеустребленность работоспособность самостоятельность установки задач в выборе принятия обоснованных решений для достижения научной цели трудолюбия инициатива стремление повышать свою квалификацию и постоянное участие в жизни интернационального коллектива который представлен в нашем институте УГОИИ ученик важно отметить что цикл работ проблемно-ориентированный комплекс программ для решения динамики малочастичных квантов систем в 2015 году был удостоен второй премии УГОИИ еще важный факт что в 2016 году в этом самом совете ученик из Вьетнамской республики УГОИИ защитил кандидатскую диссертацию причинительные схемы для анализа моделей института квантов систем специальности математическое моделирование 13-18 ученик гуси да ученик гуси вот такие два достижения у него есть соответственно 10 нет больше чем 10 да за 15 лет работы что его труд оценил второй премии и что у него есть ученик который сейчас в Вьетнаме он работает в университете Ху Ши Мина и насколько я понимаю подает кунсталгебры и много магистов диссертаций и вот эти программы поскольку часть программ для решения открылых задач вот эти системы партнерных дифференциальных сравнений были реализованы чисто в Мэпли и вот так сказать этот самый его ученик развивает это направление соответственно институт сейчас у нас будет заседание комитета полномочных представителей в этом году именно в Вьетнаме в Вьетнаме страна участница он и Гай и одна из задач в Вьетнаме это именно взаимодействие со странами участниц и так сказать воспитания научных кадров в странах участниц с спасибо сергей и вопросы к научному консультант имеются если нет то еще раз спасибо теперь слово для оглашения отзывов полученных на диссертацию и автореферат предоставляется ученому секретарю совета Василий Сергеевич пожалуйста спасибо поступили отзывы ведущей организации ведущей организации федеральной государственной бюджетно-образовательной учреждения высшего образования Тверской государственной миссии отзывы составлен и подписан доктором физмат-наук профессором заведующим кафедрой общей математики и математической физики Церлю Александром Николаевичем отзыв утвержден проектором по науке, по научно-эволационной деятельности, доктором технических наук, профессором Катунновым Дмитриевым Александровичем. Отзыв положительный, отзыв обсуждался и был одобрен на заседании кафедры общей математики и математической физики Тверского государственного университета 25 апреля 2019 года, протокол номер 27. В отзыве содержатся положительные стороны, отражены научная навязна, значимость, но отражены в том числе и недостатки, которые позволят себе зачитать. В разделе 2.2 расширение условий применимости теоремы 2.2.2 на странице 66 следовало бы более четко оформить как предложение, так и делать опечатки в определении частной производной катового порядка по параметрам. В разделе 2.3 способствует привести общие условия ортогональности на обмировке собственных функций масштабных состояний, метастабильных состояний, а не только условия ортогональности на обмировке формулы 2.69 для случая нулевых значений переменных коэффициентов системы определенных эффициальных равнований и первопроизводных. Третье замечание в разделе 2.3 следовало бы отметить, что при расчете собственной функции на стабильном состоянии алгоритм, реализующим метод Ньютона, при том же дополнительном условии, что и для связанных состояний, вычисленные собственные функции следует причинить дополнительным условиям нормировки и ортогональности, указанных в замечании номер 2. Четвертое замечание. В тексте диссертат замените обчатки, филистические погрешности. Позволю вас и не перечисляю. Все. Спасибо. Замечательное согласие, но комментирую, что когда будут ненулевые коэффициенты при системе обыкновенных гиперметральных уравнений, то в этом случае коэффициент в центре интеграли будет принимать громоздкие. Замечательное, касающее про дополнительную эфирию, скажу, что это достигает с умножением волновых консервирования на единиц у нас ответ в большинстве, которые там с ассинтотиками. Все. Какие есть вопросы по ответам на замечательные? Если нет, то предоставляется... Что? А, на автореферат? Не пропустил. Для наоборот. Отзывы на автореферат. Все поступило. Семь отзывов на автореферат. Все они положительные. Первый отзыв составил Павков Лев Михайлович, доктор физмат-наук, заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Саратовского ресурсского университета. Игна Кобк Юрий Александрович, Анатолийич, доктор физмат-наук, заведующий кафедрой математического и компьютерного моделирования. Отзыв, скажу, еще раз положительный, но имеется мелкие замечания. Все замечания здесь носят стилистические характеристики. Дальше отзыв второй составил Ворожцов Евгений Васильевич, профессор лаборатории 4 физики без протекающих процессов института теоретической и фократной механики имени Христиан, Христиановича. Также возле положительные имеются замечания, но все замечания носят стилистический характер. Касаются и палаты обзора, соответственно, указывается, что на странице 23 имеются опечатки и лишние точности. И, соответственно, все замечания носят стилистический характер. Дальше, следующий отзыв составил Айк Аравич Саркисян, доктор физматолог, в специальности 1.1.4.10, физико-болупроводников, профессор-доктор, директор инженерно-физического института Российско-Аравианского университета. Отзыв положительный. Имеется замечание, что недостатком от перефиратов от пустынных рисунков со значительным анализом следовало отметить, что автор в прессертации написанной библиотеке программы «Уйдяйит», несущего в размере конечных объементов СОП-опректора в системе «Эппл». Однако наиболее известная в конечных объемах система отсутствует алгоритм решения в размере конечных объементов для системы постоянных специальных управлений. И, соответственно, эта программа успешно использует ну, короче говоря, по поводу того, что имеется возможность регистрации программ, которые представлены соискателем, что это было бы весьма полезно. Следующий отзыв пришел из Польши. Анджей Готц, доктор физико-математических наук по специальности 010402, теоретическая физика, профессор, заведующий кафедр теоретической физики института физики университета Марии В. Складовской. Отзыв положительный. Имеется замечание, которое носит также стилистический характер, а возможности тоже и не зачинят. Следующий отзыв составил Дмитрий Александрович, доктор физиолог наук, руководитель департамент Ментохимии Московского физико-химического института. Отзыв положительный. Имеется замечание, опять же, по поводу метода конечных элементов и, соответственно, то, что не указан в том, что метод Кантаровича в общем случае прибудет в системе сильно связанных обыкновенных специальных сравнений в отличие от адиоматического метода, применяемого в Кантарахимии, где элементы матриц, переменных коэффициентов связи системы коэффициальных сравнений пропорциональны малому парадику в отношении массы электронных к массе атомного регидра. И подчеркнуто, что достижение точности численного решения исходной краевой задачи порядка 6-8 значащих цифр при сравнении в небольшом числе порядка нескольких десятков связанных коэффициальных сравнений возможно только при выборе вспомогательных параметров краевые задачи имеющих чисто дискретный спектр. Следующий отзыв поступил от Дмитрова Ф. Михайловича и доктора физико-математического наук по специальности 0-1.4.2 теоретическая физика, профессора главного научного сотрудника лаборатории теоретической ядерной физики института ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан. Дмитрова Ф. Михайлович Казахстан имеют козы положительные имеются замечения, но они носят стилистический характер и ну, единственное, вот третье замечение в интерферате диссертации практически не говорится о физических механизмах, вызывающих резонансное отражение атома от димера и появление бесстабильных состояний в этой системе. и это при том, что развитие значит, развитой диссертации высокоточные методы описания систем по сути являются уже не столько методом, а описанным скорее методом их исследования. Следующий, последний 7 урозов составил Тимаков Сергей Николаевич, доктор технических полотов специальности 05-07-9 динамика баллистики управления движением летательных аппаратов профессионализующий научный сотрудник Ракетно-космический корпорационный имени Королёва. Вот имеется следующее утверждение в этом отзыве. Авторам предложил универсальный численный аналитический метод решения технических задач. Тем не менее, в диссертационном исследовании он ограничился применением разработанных методов только к решению довольно узкого класса квантно-механических заданий. В качестве пожелания предлагаю развивать разработанную автором методологию для решения динамических эллиптических уравнений, то есть уравнений в частных производных со второй производной по времени. Все. На этом есть вопрос. Сергей Анатольевич. Александр Александрович, ответьте на совмечательство. Здесь по стилистическим замечаниям. Лев Михайлович Григорий Анатольевич. Построение системного лимонных ортографических уравнений для электричества более пяти минут. Какое число уравнение? Для квадратной формулы на частимерном синтезе двадцать один двадцать одно уравнение. За пять минут с помощью мытья устроится систему, например, штыновского порядка на четыре синтезе. Где число уравнение семь семь семь. Годная часть авториферранта содержит несколько завышенные впечатления об универсальности метода. Это было замечание ответа. Сам метод используется для решения широкого класса задач, при необходимости его можно адаптировать. Практическую ценность было бы хорошо подтвердить ссылками на использование в изложенных методах другими авторами. Ответ разработанная программа используется группа авторов в главе и в для описания известных экспериментальных данных по облюдению значения структурного факта сечения в смеянии при глубоко подборьезах торговрем центром геологии. Рефект на конференции лет 2019, что будет в долгие, а также направленные в журнале в терапии отоплод в замечения Евгения Васильевича врач ЦОПО о неполноте обзора я с ним согласен, но отмечу, что число таких вариантов схем методов конечных элементов связанных с вопросом, например, сходимость, подходимость и методов применить мимостерешения очень большая. Также отмечу, что в иностранной литературе метод конечных элементов трактуется широким. Я получаю Кайко Параловича о том, что полезно внедрить программы в современные системы компьютерного алгота. Нам для этого нужно встроить алгоритм автоматического построения сетки. Это мы делаем пока вручную. По замечаниям Ажиа в Польше и в Польше мы с ним коллаборируем и его задачи для изучения коллективной ядерной модели и вдохновения для построения этих шестимерных схемы метода количественных элементов. По замечанию Александра Васильевича я согласен. Про метод Контаровича я добавлю, что этого недостаточно. Например, вспомогательную ферометрическую краевую задачу следует забирать так, чтобы избегать многих факторов. Например, возможных пересечения метод сочетание помечаний Федора Михайловича то, что мы комплексный скеллинг не используем, а метастабильное состояние так же, как и связано, вычислялится на методове вещественной оси с граничными условиями третьего оси, в условии сибирта. Я отреку вычислительного алгоритма стандартного физического механизма. На самом деле, на уровне классической механики физический механизм налетает частица и при приближении димеров она начинает взаимодействовать сначала с одним атомом, с другим. И в результате при некоторых скоростях они могут и задержаться. Замечание Тимаков Сергея Николаевича о том, что предлагается развить разработанную методологию для решения эллиптических уравнений со второй производства по времени. Мы такие задачи не делали, но в нашей Европе имеются наработки по решению местационарного уравнения с что это гораздо первым производит во время на основе разложения множества и подряд максимации на методах. Спасибо Александр Алексеевич Вопросы есть соискатель по его ответу? Если нет, то перейдем к выступлениям оппонентов и первым я предоставлю слово официальному оппоненту доктора физико-математических наук Еревскому Евгению Александрову. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Я председатель позволил дословно его не озвучивать, поэтому тем не менее сведая здесь я подпристал вузов на саму диссертационную работу Гусева Александра Александровича. Первое, что я хотел сказать для меня несколько слов о актуальном месте работы. Дело в том, что метод конечных элементов на самом деле очень распространенный метод, применение его в технических вопросах просто огромное и огромное существует количество разнообразных программных средств, готовых программных средств, которые решают те или иные уравнения, систему уравнений практически во всех областях технику. Ну и естественно казалось бы, поскольку уравнения так или иначе сходные, то можно было бы ожидать, что эти средства, причем и средства коммерческие, и средства открытые существуют, их можно было бы использовать и для решения неких физических задач. Такие попытки конечно периодически вернутся. Однако они не оказываются слишком успешными, потому что задачи физические задачи имеют некие особенности, которые не позволяют использовать эти стандартные средства. На мой взгляд это две особенности. Это во-первых достаточно высокая точность, которая требуется по сравнению с промышленным применением, и с другой стороны большая размерность, чем размерность двойной. Тем самым такие задачи требуют разработки специальных средств, специальных методов и специальных программ, собственно говоря, разработке которых и была посвящена представленная работа. Тем самым необходимость решать такого рода задачи возникает во многих отраслях в атомной физике, молекулярной, ядерной физике, и все эти примеры здесь были представлены в всех собственных работах. И для решения некоторых пускай ограниченных задач физики требовательства достаточно больших надо. Тем самым актуальность темы велика и необходимость разработки таких средств очень полезна. Что касается содержания диссертации, она состоит из введения четырех глав заключения предложений. Я должен сказать, что, до мой взгляд, именно первая глава работы является основной, самой существенной и интересной, ну и, собственно говоря, посвящена именно разработке методов, специальных методов конечной природы. Собственно говоря, что здесь было сделано нового и важного? Это программы, которые, алгоритмы и программы, которые позволяют формировать интерполяционный полином ERGITAS берет заданным количеством непрерывных производных, что по объясненным причинам на самом деле является важным и полезным для решения тех или иных задач, и плюс программы это позволяют делать в произвольных вообще говоря размерностях, что, в общем-то, является сложной задачей, и тем самым такие средства необходимы, и они успешно реализованы в данной работе. Дальше, поскольку в методе конечных элементов нам нужно считать соответствующие интегралы, то разработаны и представлены квадратурные формулы для произвольных размерностей, найдены для синтексов, найдены примеры, часть из которых относительно простые с их парой тоже с известными, а при повышении размерности и порядка алгебраического порядка и точности мы обнаруживаем новые формулы, которые позволяют эффективно проводить вычисления в методе конечных умных вторая глава посвящена алгоритмам и программам для решения задач метода Контаровича, то есть для отделения фактически одной переменной и превращения системы в системы дифференциальных уравнений, разложения по собственным функциям, соответственно переформулирована задача общая задача из первой главы в представленном виде, ну и разработанные методы, алгоритмы и представленные программы, которые решают соответствующую задачу, достигая высокой точности не только для самого решения, но и для соответствующих производников решения краевых задач с размером 100 на 1 это, собственно говоря, те алгоритмы, те технологии, которые здесь разработаны в этих двух главах, ну и дальше они применяются для расчета, для регистрации точности, для регистрации эффективности в двух следующих главах, то есть в третьей главе представлено несколько примеров работы этого комплекса программ для решения задач поиска дискретных собственных состояний в нескольких системах здесь вот атом гелия с нулевым угловым угловым моментом здесь у нас имеются некая коллективная модель бедра и собственно задача из физики твердого тела они подробно исследованы решения представлены в нескольких разных системах кардинал соответственно изучена скорость сводимости эффективность соответствующих в четвертой главе соответственно исследуется уже не стационарное состояние дисциплина а задача рассеяния то есть задачи либо рассеяния на димерах либо прохождение через барьеры здесь возникают некие дополнительные вопросы связанные с симметрией симметризации соответствующих ловновых функций для случая тождественных квантовых систем собственно говоря эта задача тоже решена поскольку здесь важно не только корректное корректный учет соответствующих симметрий но и эффективный учет соответствующих симметрий поскольку иначе сложность решения задачи была сложной опять-таки исследуется точность решения поведения погрешностей которые здесь возникают и они численные результаты сравниваются с теоретическими оценками порядка точности соответственно научная значимость диссертационной работы состоит в разработке обрабации веществительных схем и символно-численных алгоритмов высокого порядка точности с интерполяционным полиномиом Lagrang и РВИТ до нескольких переменных в многомерном случае соответствующее объединение схем контролирующей метриконечных элементов позволяет решить полевые задачи для многомерных элитических условий созданы комплексы программ которые основаны на разработанных алгоритмах и методах и предоставляют возможность решения соответствующих систем и программы представлены в библиотеке журналового компьютер-физика метришн которые соответственно и доступны и имеют достаточно высокое значение тем не менее к представленной работе есть некоторые замечания замечания такие в первой главе разработаны методы конечных метод высокопорядка однако в дальнейшем первая вторая глава разработанных металлгоритмах дальше идет их применение и например при использовании метода контролирующей в третьей главе используется фактически только схема для решения задач трехмерных то есть там есть модельные задачи высокой размерности а для задач уже имеющих отношение физики например того же ангелия решается трехмерное уравнение решается по схеме 2 плюс 1 соответственно разложение идет только метод конечных элементов применяется только двумерно по существу вот здесь конечно хотелось бы видеть хотя бы какой-то один хотя бы один пример более высокой размерности тем более что весь аппарат имеется все сатинодориты есть например решить тот же ангелия трехмерный было бы на мой взгляд очень полезно именно с помощью трехмерного метода конечных вторую вопрос касается эффективности в разделе 1.4 есть утверждение о том что метод конечных элементов который сохраняет непрерывность производных на границах он более эффективен в том смысле что размерность соответствующих матриц меньше для достижения той же самой точности мы можем использовать матрицы меньше размерности это действительно так это проиллюстрировано показываем на графиках результатов однако проблема в том что такие матрицы с непрерывными производными у них коэффициент заполнения больше то есть там больше минувых элементов соответственно если у нас схема итерационная то там гарантированно больше операций а если у нас схема прямые как здесь ну на самом деле те алгоритмы которые используются скорее всего тоже используют больше операций для решения процесса тем самым хотелось бы понять и разобраться насколько же с учетом этого замечания насколько же эффективнее получаются методы сохраняющие непрерывные производства ну и наконец третий вопрос может быть он как бы относится к моему чтению но я так и не понял являются ли полученные квадратурные формулы на синтексах оптимальными по количеству узлов то есть они построены они работают к этому вопросов нет являются они оптимальными или нет я ну по крайней мере в тексте не что касается вот здесь в предыдущих отзывах на автор и ферран по крайней мере звучали претензии к стилистическому оформлению я напротив того видимо настолько увлекся результатами что как-то особых проблем в тексте диссертации по крайней мере не заметил они скорее были единичными и в этом смысле я наоборот буду сказать что она написана аккуратно и достаточно тщательно ну и тем не менее замечания которые здесь высказаны не снижают ни ценности ни общей оценки диссертационной работы соответственно для того для в качестве заключения могу сказать что основные результаты диссертационной работы полученные соискателем либо лично либо в сантерстве полностью своевременно отражены в печати лицензированных научных изданий работа является с оригинальным научным исследованием выполненным на высоком научном уровне основные результаты являются новыми опубликованными в тексте печатных работах в изданиях индексируемых базами данных FF of Science в области включенных причин вак достоверность результатов частично подкреплена уже существующими расчетами и сравнениями с аналитическими результатами наличие достаточного числа публикаций и широкая апробация работы подтверждает выбор актуальности на вывод актуальности на ученые везде достоянности и значимости диституционная работа оформлена в соответствии с требованиями ВАГ предъявляемыми дотерским диссертациям автореферат публикаций полностью правильно отражается в режиме работы считаю что диституционная работа Бусева Александра Александровича имеет комичных элементов для исследования панковых систем полностью удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых ступеней с утвержденного соответствующим постановлением правительства и другим требованиям ВАГРФ предъявляем на соискание ученой степени доктора физмат-наук автор диссертации Кусев Александрович несомненно заслуживает присвоение на ученой степени доктора физмат-наук по специальности на 5-13 исследований Спасибо Евгений Александрович имеются ли вопросы к оппоненту нет спасибо пожалуйста ответьте на замечание нет вот замечание я согласен я согласен замечание по за пол вместе вот мы посчитали зависимость коэффициента погрешно-сископного значения от числа ненулевых лимитов для схемы 5-го порядка преимущества метод конечных элементов с интерпретционным полином орбита достаточный но дальше при увеличении порядка оно пропорционное возможно тут и будут возникают вопросы то что там различная структура матрицы если схема с интерпляционным полиномом лакрация все близкие элементы матрицы одинаковы то уже когда интерпляционный полином орбита они могут отличаться аж степень 2к ну где вот эта схема 1-3-1 отличаться могут аж в 6-й соседнем элементу вопрос сложности не рассматривался по оптимальности поскольку система содержит большое количество нелинейных уравнений и причем при поиске решений нельзя пренебрегать не одним слагаемым поэтому вопрос оптимальности для схем уже 8-го порядка и 2-й схем 6-го так остается открыт уравнение вот например 6-го порядка на 4 симплексе оно решается с помощью базиса грёв также отмечу что известны также формулы с меньшим числом узлов но там отрицательные все спасибо евгений александрович удовлетворили ответы да спасибо теперь слово предоставляется официальному оппоненту доктору физико-математических наук абрамову сергей александрович пожалуйста можете выступить коротко спасибо я как раз хотел откликнуться на ваш призыв не затягивать не затягивать выступления и именно так и поступить все было рассказано и дополнено в ответах первому оппоненту и тут собственно повторять что именно сделано в диссертации наверное и смыслами все поняли и у меня в отзыве все это раскрыто все тут под лавом как положено все это есть проверить проверяйте да гражданин начальник прежде чем переходить к замечаниям вот я бы хотел сказать что меня заинтересовали вот эти вот разбиения на симплексы и такая комбинаторно-топологическая сторона и мне кажется что это действительно интересные вещи и она естественно порождает вопрос что там куб из симплексов много чего можно формировать и вот что является препятствием к тому чтобы какие-то образования ну я не знаю там торт заполненный вот баранка можно это все тоже можно на симплексе раздать крендель ну и далее там в зависимости от рейлеров и характеристики можно много чего там построить и что является и если вообще препятствием к тому чтобы перенести вот на такие ну полиэдры все-таки как в топологии это называется на произвольные полиэдры связанные конечно можно ли это все переносить ну мне кажется это интересный вопрос и он требует ответа может быть это все выводится легко из текста диссертации может быть нет ну посмотреть бы это было интересно ну вот что касается замечаний то они мои замечания касаются в основном рекуррентных соотношений для вычисления коэффициентов разложения синтетического разложения решений вот соотношения выписаны может быть я был недостаточно внимательным но такого рода что вот так вот посмотришь и не ясно можно ли из них всегда исходя из них вычислить следующий член последовательности элемент последовательности извините вот эта вот разрешимость этих соотношений она как раз заслужила бы большего внимания хотя я должен сразу оговориться поскольку сам диссертант в своих вычислениях успешно пользуется этими соотношениями видимо там все в порядке и никаких серьезных проблем не возникает и еще тут же ну вот сам алгоритм это собственно то же самое сам этот алгоритм символно численный по крайней мере вот в этом его разделе он заслужил бы просто такого подробного описания скажем в виде псевдокода или чего-то такого ну я эту работу цикл работы которые составили фактически диссертацию я знаю довольно давно потому что диссертант многократно выступал в нашем семинаре компьютерная алгебра в дубне на конференциях майских которые по существу являются совместным заседанием двух семинаров нашего московского компьютерной алгебры и дубнинского я слышал наблюдал и это всегда вызывало какую-то аудиторию реакции и интересные обсуждения список публикаций я тут выхожу в журнале программирования у нас каждый год тематические номера посвященные компьютерам во фториферате есть здесь нет а вот и там он публиковался и заслуженный интерес это вызывало ну вот все такое то есть замечанию я уже не говорю там эти стилистические орфографические пунктуационные замечания я их не буду приводить их и в отзыве в момент можно немного найти сделать так что пропущу ну и добавлю стандартную но совершенно справедливую тут фразу что указанные замечания не влияют на высокую оценку диссертационной работы конечно это на мой взгляд настоящая докторская диссертация и я считаю авториферат полностью отражает основные положения диссертации и на основании вышеизложенного считаю что диссертационная работа метод конечных элементов для исследования квантовых систем нескольких частиц полностью соответствует требованиям положения присуждения учебных ну и так далее автор Александр Александрович Гусев безусловно на мой взгляд безусловно заслуживает присуждение его ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18 позвольте мне закончить спасибо Сергей Александрович вопрос Сергей Александрович есть нет пожалуйста ответьте на замечание по критерии однозначной разрешенности во всех случаях рассмотренных в диссертации каждое уравнение системы регулентных соотношений содержало только один коэффициент из тех которые ищутся на данном шаге теории возмущения поэтому для рассматривания только один коэффициент содержало одно уравнение содержало один коэффициент каждый уравнение по одному коэффициенту то есть уравнение одно неизвестно вообще в первом уравнении первый неизвестный во втором второй и однозначные уравнения такие что все да более общий случай возможно но в диссертации не стояч по методам вот замечание по методу роги-поста добавлю что в отличие от стандартных реализаций решение в каждом узле представляет полину от квантового числа и поправок к собственному значению был вопрос еще замечание по уточнению с какой точностью на какой сетке там в случае где была необходимость использовать неравномерную цель узлы выбирают срочную расчет пять точек на четверть периода а дальше внушались пропорционально все спасибо вы удовлетворены сергей александрович спасибо следующим предоставляется слово официальному оппоненту доктору физико-математических наук кряневу александру витальевич спасибо 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 мой отзыв пять страниц вот я в руках держу копию через один интервал достаточно общей я вот мифи кафедры переходной математики ядерный университет основное направление все-таки это много направлений но основное это все-таки ядерный реактор расчет нейтронофизическое все что связано с нейтронофизическим распределением нейтронов активной зоны реакторов различные модели используются для расчета и наиболее распространенное с точки зрения адекватного обеспечивающие достаточный уровень точности во многих случаях это все-таки многофунктовая диффузионная модель диасонофизионной операции операции вот так же в тех уравнений генплосущественники которые смотрят с учетом и на самом деле вот этот метод компонент метод конечных элементов вот на мой взгляд все-таки исторически был впервые широко распространен для решения именно задач переноса таких движений в том числе и много других я буду вам указать две фамилии тех ученых которые не следствием на флаг в развитии это прежде всего Вячеслав Васильевич Хромов заведующий кафедрой физики реакторов связанной с расчетами нейтронно-физического постаблюдения в активной зоне реакторов к сожалению не упокойно и Лолетин Лолетин Николай Ильич это сотрудник Киевского института его метод связанный с реализацией уже ВСМ предложений когда учитывается не только энергия как и групповая модель депоземного предложения как система но и добавляйте и учет распределения по уголовным переменам метод сирий и гамм поэтому эта работа заинтересовала меня как и в том числе и интересующихся работами физики реакторов и на мой взгляд я призываю настойчиво познакомиться с направлением диссертанта я думаю что те результаты которые получены в этой диссертанте дадут возможность по крайней мере создать такие алгоритмы для расчета устроена которые будут более эффективны и обеспечить большую точность чем те которые существуют в этой области это существует и одновременно актуальность этого а именно многомерность и достижение большой точности достаточно эффективной использоваться вещества или если не зато достаточно сказать что я уже здесь один раз пойду что на тех тестов пример где известно точное решение было достигнуто относительно точность 10-8 то есть это по существу точность обслуживания производит компьютер 10-8 это абсолютно точность точно а именно такого рода точности требуется может быть реактор не нужна такая точность потому что модель сами модели уже носят какую-то неточность высокого задачи которые вылечены это точность поступки обеспечения результатов надежности результатов и это основное достижение но из новых результатов которые я хотел бы видеть что разработан только из программ для решения удастов и как неудивительно все программы по крайней мере которые сертифицированы неудачи вот расчет нейтрон распределения и у нас и в америке и в других ядерных странах они пишутся на фарфранке уже на протяжении сорока лет фарфранк неудачи никакой синь неудачи и вы пришли к участию которые вы писали на лимон пришли на часть программы тоже написано на фарфранке обрадовала и удивила какое совпадение одно из достоинств таких алгоритмов состоит и таких схем задач состоит в том что здесь совмещены совмещена и аналитическая часть связанная с нахождением подходящих функций разложения по подходящим функциям которые соответствуют решаемой задачи и та часть которая остается для численного расчета тех коэффициентов и параметров которые прождаются в таких таких последствиях и мы видим что здесь используется такой симбиоз в том числе и на уровне обеспечения это программа обеспечения МЭКО КАФРА относительно замечаний но замечания здесь носит такой характер некоторых пожеланий у вас ансан с отзывов ответьте одно из них касается сравнения вот кусочек полимер функций которые вы строили по крайней мере для размера с работой есть публикация на эту тему И вот интересно будет сравнить то, что уже получено до вас, и то, что вы можете получить с помощью вашей системы. И второе пожелание, что ли, даже не пожелание, а вот это выслушать. Вы использовали для расчет коэффициента код абсорпции, использовали для движения системы бесконечной высоты. А реальность, она будет конечной. Как оценить? Есть некие замечания, касающиеся формулы типа бетона Котаса. Ну и заключительная часть оценки диссертации. Несомненно, что диссертация соответствует специальности номер 5-12, номер 5-18 в полном царном объеме. Можно перечислить формально эти пункты, которые требуются согласно этой специальности. Выделяют это пункты 3-4. Я согласно Донский список. Официально недавно были. Ну и заключительная часть считает, что диссертационная работа выполнена на очень высоком уровне. И она представляет интерес для решения задач не только в тех областях физики, которые решались в рамках этой диссертации, но и призывы на решение этих актуальных задач, связанных с периодом. Ну а если говорить о формальной стороне, то она полностью в соответствии требует положение рассуждения учебных сетей, соответствующие постановления правительства. Вопросов нет, Александр Викторович? Спасибо. Официально. Ответы на замечание. Работаем по порядку про формулу Ютона-Кон. Когда вычисляли, оказалась проблема в том, что при изменении парамента положение узлов квадраторной формы изменяется. Тычок не одинаков. И если вывести квадратурную форму, то она становится настолько гробузкой, что вычисления по ней идут дольше. Поэтому оказалось удобнее выводить ее на каждом из отрезков, на которые разбивается интервал. По кусочно-полименальной функции заработка, эксцитированной работы. Что при детальном рассмотрении оказалось, что у кусочно-полименальной функции есть произведение трех одномерных полевом оборвита. Когда мы их подставили для решения наших задач, что оказалось, что их объективность между формулами на симплекса третьего и пятого порядка. Это интересно. И на счет промежетных бесконечно высоких, на самом деле нас интересовало по поведению коэффициентов от отцов для принимания полевых фортов, где вклад вносит нижнюю л�рку. Для которых указанное продвижение можно использовать. Учет конечной высоты заст улучшение коэффициентов от отцов. — Спасибо. Александр Витальевич, вы говорите? — Да, вполне. — Спасибо. В таком случае переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслушанной диссертации? Я призываю к насыщенной лаконичной дискуссии. Неужели никто не хочет? Александр Васильевич. — Вы заведуете департаментом физико-технического института? — Моя фамилия Митин Александр Васильевич, я доктор физмат-наук. Заведую департаментом химии в Московском физико-техническом институте. Ну, или по-другому, это кафедра. Но вот у нас появилась новая тенденция. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые члены диссертационного совета, что представленная работа может быть рассмотрена, на мой взгляд, по трем темам. Или по трем специальностям. Это вот та, которая заявлена. Это математическое моделирование численных методов и комплексов программ. Это по теоретической физике. И также по той специальности, которая наиболее близка мне — это математическая и квантовая химия. Все эти специальности как раз соответствуют той тематике, которая здесь представлена. Это разработка численных методов решения дифференциальных уважнений со синтетическими граничными условиями и создания комплексов программ. А также исследование с помощью созданных комплексов программ конкретных физических систем. И в этой связи мне представляется, что данная работа, она всеобъемлющая. В ней представлены как, собственно, математические разработки, так и приложение этих разработок к исследованию конкретных физических явлений. Поэтому, учитывая вот такую комплексность этой работы, я призываю вас, членов ученого совета, проголосовать за присуждением искомой степени Гусеву Александру Александровичу. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Еще кто-то хочет выступить? Если особо в Армении не наблюдается, то выступлю я, который наблюдал и деятельность господина Гусева Александра Александровича, и деятельность его научного, сначала руководителя, потом консультанта Веницкого Сергеевича, работают они насыщенно, работают скрупулезно, и когда доводят до конца свои результаты, у них из ушей дым идет, настолько они старательно все делают. Я предлагал им, и считаю, что был прав защищать Александра Александровича более пяти лет тому назад. Но эти двое упрямых людей долго и старательно что-то там подчищали, подгоняли, подравнивали, и в конце концов получили то, что сделали. И в новом варианте, я считаю, его диссертация также заслуживает присуждения, а он заслуживает как-то. Где присуждение, где что. Но и диссертация и он. И я призываю голосовать за эту диссертацию положения. Спасибо. Леонид Антонович выступал от кафедры прикладной информатики, на которой выполнена работа. Как вы видите, я попросил. Да. Пять лет, оказывается, да? Константин Евгеньевич подсказывает, я это пропустил. Там написано в автореферате. Веницкий Сергеевич уже много лет работает профессором у нас на кафедре. В последнее время Гусев прикомандирован и тоже относится к нашей кафедре. Так что защиту мы по полному праву относим и к заслугам нашей кафедры. Твоим заслугам. Твоим заслугам. Твоим информациям надо соблюдать. Спасибо. На этом, я думаю, мы дискуссию заканчиваем и соискателю предоставляем заключительное слово. Тоже не более получаса. Я хочу поблагодарить своего научного консультанта Веницкого Сергея Ильича. Также, сейчас, ну, хочу поблагодарить своих соавторов, особенно Шелунбата Ражбадраха, в котором мы также плотно работаем. Также, благодарю своих оппонентам за написание мне диссертации, кафедры, аудитории вероятности, проведение защитов от меня документов и всех присутствующих. Спасибо, Александр Александрович. Теперь, для проведения тайного голосования, предлагается избрать счетную комиссию в составе профессоров Ланеев, Орлов, Боголюбов. Имеются ли самоотводы? Если нет, то ставлю на голосование. Кто за? Спасибо. Против? Нет. Воздержавшихся тоже нет. Прошу приступить голосование. Все остальные могут прогуляться минут пять, а члены диссертационного совета должны активно проявить свою гражданскую позицию. Во! Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, заслушаем выступление председателя. Продолжение следует... Результаты голосования «ЗА-16» против нервных действительных бюллетеней на работе с членом комиссии. Спасибо. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать «ЗА». Спасибо. Кто «Против»? Нет. Воздержавшиеся? Тоже нет. Спасибо. Принято единогласно. Теперь нам нужно принять… Еще нет. Еще нет. Поздравляйте. Рано, рано, рано. Что нам нужно сделать? Нам надо принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения роздан членам совета, они познакомились с ним и, наверное, могут вынести свои суждения, замечания дополнения. Какие суждения, замечания, дополнения Господь членов Совета? Пожалуйста, Иван Иванович. Значит, здесь в самом проекте отсутствуют замечания дополнительных предыдущих организаций. Замечания на автореператоре, они здесь есть. А этих, у нас, они есть вот в этом самом розыгранном материале, но сюда они почему-то не похожи. Спасибо. 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 Еще какие замечания? Ну, есть несколько замечаний для заключения. Ну, на странице 2 ведущий научный соответственно надо с маленькой будет написать. Поскольку после 4? Ну, что тут большой. Ну, главный с маленькой. А ведущий здесь большой. На странице 3 после доцента запятую убрать, потому что он доцент кафедры ученики. Спасибо. После Санкт-Петербургского государственного университета точку убрать, потому что дальше с маленькой буквы дали блажок на отзывы университета. Спасибо. Страница 4. Наверное, вместо Гусева А надо написать полное имя отчество, потому как он заслуживает присуждение ученой степени, надо обычно в этих сайтах полностью согласен. Спасибо, да. Санкт-Петербургского государственного университета и всем требованиям строка 2 сверху положение оттвержденных страниц 4. Это же цитата. Да. Но после цитаты стоит запятая утвержденных постановлением. Всем требованиям я утвержден. Подяжок. Подяжок. Спасибо. И страница 10. Но я так настойчиво говорю пространиться, потому что я вроде как подписывал депутат. С удивлением нет. Да, поэтому. А теперь свежим взглядом. Теперь свежим взглядом. Значит, единообразие в представлении основных результатов. разработаны такие-то подходы к решению задач. И далее через запятые идут А, В, В, Г. Потом должна быть точка запятой. Созданы программно-ориентированные комплексы. Не заслужили точку запятой. И дальше. Спасибо. Спасибо, Юрий Павлович. Еще имеются ли замечательные? Если нет, то прошу голосовать исправленный текст заключения. Кто за? Спасибо. Против? Нет. Воздержавшиеся? Тоже нет. Принято единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, представленная Гусевым Александром Александровичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблемы. Разработка эффективных численных и символьных компьютерно-алгебраических методов, построение экономичных вычислительных схем, создание алгоритмов и проблемно-ориентированных комплексов программ метода конечных элементов высокого порядка точности в среде метал-фортран для решения многомерных эллиптических краевых задач, их тестированию вычислительных экспериментов и комплексному исследованию с их помощью квантовых систем нескольких частиц ядерной, атомной и молекулярной физики, и физики полупроводниковых наноструктур с применением современной технологии математического моделирования. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым фактором, докторским диссертациям по специальности 05.13.18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. На основании тайного голосования Гусеву Александру Александровичу присуждается ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Нет ли у присутствующих замечаний по ведению заседания? Если нет, то разрешите поздравить Александра Александровича с успешной защитой диссертации. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам еще предстоит... Можно выключить дат.